It's always a privilege and an honor for me to be with God's people wherever they are, from wherever they are, and whoever they are. Для меня всегда привилегия находиться с детьми Божьими, независимо от того, где они находятся, кто они и с кем они. And I'm thankful that you gave me the honor to be able to share with you. И я рад, что Господь дал мне привилегию и честь делиться с вами. I am an evangelist, and a church planter. God saved me at an early age, through Sunday school ministry, and since that day I had a passion to preach the gospel. And that's what I do today. I lead six outreach centers in the Middle East. One in the city of Tyre. One in the city of Beirut. Tripoli. Bikar. Valley. Middle of Lebanon. It's in the middle of Lebanon. Syria. In Jordan. And soon in Egypt. We plant lighthouses for Jesus. It's in which people can come and be loved and hear the truth. And I want to show you something that is happening today in the muslim world. I have a short video of children singing. I want to show it to you. I want to show you what God is doing. I want to show you what God is doing. Among the muslim people today. We can show the video. We can show you what God is doing. Это то, что происходит в мусульманском мире сегодня. Об этом они не расскажут вам на CNN или на Fox News. Они только скажут о том, что Америка бомбит территорию, Россия бомбит, и люди умирают. Но это не вся история. Есть вторая сторона этой истории. Мусульманские народы приходят к Богу. В 1979 году я попал на такую встречу, вот как здесь, на такое собрание. В то время у нас было несколько мусульманских детей. Из сотни, может быть, десять. И Бог спас меня. В 1979-м. Сегодня сотни детей, все мусульмане, приходят в нашу церковь, чтобы услышать Евангелие. И Бог спасает Мухаммеда, Али, Хусейна, Хусейна. И они будут вашими братьями и сестрами на небесах. Смотрите, не ошибитесь по этому поводу. И потому что на небесах не только славяне. Небеса для всех. И они не еврейские. Для всех. И они не арабские. Для всех. Вот в этом красота Иисуса. Он сводит нас воедино. И делает нас едиными. Мы теряем нашу культуру. Я уже не араб. Я уже не еврей. Я уже не славянин. Я спасен кровью Иисуса Христа. Я христианин. Это культура Иисуса. Они спрашивают меня часто, в чем, какая твоя культура? Это Иисуса. Когда я был спасен, я читал Евангелие. И я увидел красоту Иисуса там. Но когда я смотрел на людей в церкви, я не видел эту красоту. Я был печален. Я был молодым. 15 лет мне было. Был очень воодушевлен этим. Я читаю Библию. Я смотрю на людей. И они не одинаковые. Мы теряем нашу красоту. Когда люди смотрят на нас, они должны увидеть в нас красоту Христа. Но как они увидят красоту Христа, если я еще жив? Но как они увидят красоту Христа, если я еще жив? Если Мухаммед еще жив? И поэтому апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть — приобретение. Потому что я распялся со Христом. Но тем не менее я живу. Но это уже не я живу. Но Христос живет во мне. Нам нужно снова приобрести эту красоту. И в это утро, в это время, я хочу поделиться тем, что сделает вас красивыми. Три измерения христианской жизни. Вы знаете, все, что сделано в трех измерениях, это красиво. Оно привлекает нас. Если что-то сделано в одном измерении, оно некрасивое, непрекрасное. В двух измерениях тоже непрекрасное. Три измерения. Тогда вам это нужно потрогать и увидеть его в действии. И вы, если у вас нет жизни во Христе в трех измерениях, вы теряете вашу красоту. Вы теряете вашу остроту. Вы теряете вашу эффективность. Но вам нужно, чтобы она у вас была. Но кто-то может сказать, «О, мы не можем быть такими, как Христос». Но это не то, что говорит Библия. Джон, chapter 13, verse 15, says, «For I have given you an example, that you also should do, just as I have done to you». Мы читаем 13 глава Евангелия от Иоанна, 15 стих, говорится так, «Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». И 1 Петра 2, 21, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Мы все призваны к тому, чтобы быть маленькими Христами. Именно поэтому нас называют христиане. Не баптисты и не пресвятеряне. Мы христиане, потому что мы должны быть как Христос. И вот в этом цель Христос оставил нам пример. «Какое первое измерение?» «Я хотел бы вместе с вами посмотреть на требования». «Когда вы уверовали во Христа, к вам появляются определенные требования, определенные вещи, которые вы должны делать». В 9 главе Матфея, с 35 по 38 стихи написано так. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, истеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Первое требование, которое возложено на вас, — «идти». Библия говорит, что Иисус сам пошел. Вы думаете, что те американцы, которые находятся вокруг церкви, они сюда придут без того, чтобы вы пошли за ними? Нет. А церковь останется славянской всю ее жизнь. До тех пор, пока вы не поймете, что это ваша ответственность, идти и привести людей сюда. Потому что Иисус пошел. Царь царей, Господь господствующих, Он мог бы остаться в Иерусалиме, и каждый бы приходил к Нему, все бы пришли. Был царь, который так делал. Его имя Соломон. Написано, что все земные царства приходили, чтобы послушать Его мудрости. Иисус тоже мог так поступить. Но Он не сделал. Он пошел, чтобы научить нас идти. Мы здесь для того, чтобы идти. И церковь, в которой они идут, она умрет. Нет такого способа, чтобы жить таким образом. Вам нужно идти. Это первое требование. Второе требование. Учить. Написано, что Иисус шел и учил. И ходил Иисус и учил. Мы соль мира. Мы учим людей, которые находятся извне, что правильно и что неправильно. Люди приходят к нам для того, чтобы научиться, что правильно и что неправильно. Мы делаем это через церкви, школы, работу, компании. Таким образом, как мы живем, мы учим людей. Если люди обманывают, мы не обманываем. Если люди воруют управительство, мы не воруем. Если люди употребляют наркотики, мы не употребляем. Мы не употребляем наркотики. Наша жизнь другая. И Иисус ходил. И Он учил людей, что правильно, что неправильно. Учите ли вы своей жизнью людей, которые не находятся в церкви, что правильно и что неправильно? Или же вы в другом образе? Мне все равно. Вам нужно заботиться. Америка спускается вниз, потому что людям все равно. Россия опускается вниз, потому что вам все равно. Нам нужно быть не все равно. Нам нужно учить. Нам нужно стоять за принципы. Отстаивать. И не идти на компромисс. Правильное — это правильное. А то, что неправильное — это неправильно. Я был во Флориде, в одной церкви, где в церкви происходил дебат по поводу однополых браков. И у пасторов была проблема. И я стоял. И я сказал, Это не Адам и Стив, это Адам и Ева написано. Даже собаки так не делают. Они не были рады этому. Слишком. Для них это, к сожалению. Мы стоим за истину. И Иисус всегда отстаивал истину. Когда Он пришел в храм, когда увидел, что люди там занимаются бизнесом, покупают, продают, Он вытащил свой ремень и выгнал этих людей. Он учил их, что правильно и что неправильно. Это дом молитвы, Он сказал. А вы его сделали вертепом разбойников. Я не знаю, сколько пасторов сегодня превратили церкви в вертепы разбойников. Вместо того, чтобы жить праведно. Они переживают за свою зарплату. Вы знаете, я служу 9 лет. У меня нет организации. Нет босса. Бог есть мой босс. Знаете почему? Чтобы я мог говорить правду. Я не переживаю за зарплату, потому что никто мне не платит зарплату. Бог платит мне зарплату, чтобы я мог стоять и говорить правду. Учите. Третье. Написано, Иисус ходил, уча и проповедуя. Уча благую весть. Вы церковь благая весть. Вам нужно вынести это послание наружу. В Токома. В Токомо. В Сиэтл. В Сиэтл. В Вашингтон. Америка. Африка, Европа, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджакстан, Сирия, Джордан, everywhere. Везде. Нам нужно учить и проповедовать Евангелие. Почему? Потому что это через Евангелие люди спасаются. Если мы не проповедуем, они не будут спасены. Господь использовал для этого. Господь использовал эти средства для проповедки. Я благодарен Богу за моего брата, который ходит по улицам и проповедует. Нам нужно проповедовать. А иногда вас будут бить. Не проблема, это нормально. Это заставляет вас чувствовать лучше. Они меня посадили в тюрьму. Они разбили мой автобус. Побили мою жену. Прекрасно. Это честь. Пострадать за Христа. Вы должны искать этого. И это принесет вам радость. Когда вы страдаете. Это было радостное время, чтобы умереть. Точно так. Для вас должно быть счастье в том, чтобы пострадать. И мы увидим это позже. Иисус написано не только ходил, учил и проповедовал. Написано, что Он исцелял. Другими словами. Любил. Иисус ходил и любил людей, потому что у Него было сострадание к этим людям. У вас есть сострадание к людям, живущим в Токоме? К бездомным? К бедным? К нуждающимся? На тех, у которых депрессия. Когда вы смотрите на них, вы видите что-то? Когда вы включаете телевизор. И смотрите новости. И вы видите детей в Сирии, которые умирают. Вы видите людей в Украине умирающих. Вы видите людей в Ираке умирающих. Вы видите бедность. Что вы делаете? У вас есть сострадание? Когда вы сидите здесь, в вашей зоне комфорта. В благословенной Америке. Вы думаете об этих людях? Откликается ли ваше сердце? Я хочу что-то сделать. Я хочу пойти туда. Я хочу жертвовать. Я хочу молиться. Происходит ли вот это? Это то, что происходило с Иисусом. У Него было сострадание. И вы призваны к тому, чтобы у вас было сострадание. Не будьте крокодилом. Никаких чувств к людям, которые не с нами. И сегодня у нас не так много чувств. Мы видим людей страдающих, и мы ничего не делаем. Мы просто проходим. Это как в притче о добром самарянине. Священник. У меня нет времени. Да, прошел потом левит. Я занят. Давайте я кое-что вам скажу. Любовь требует времени. Для того, чтобы любить людей, вам нужно уделить этому время. Вы никогда не будете любить людей без времени, не трача времени. Если вы хотите быть как Иисус, вам нужно уделять время людям. Не будьте заняты работой, работой, одной работой, чтобы у вас было больше домов, больше машин, больше от отпусков. Это то, что мы делаем. Мы вешаем себя на нашем самодовольстве. И мы умрем. И ничего не оставим после себя. Найдите время, чтобы любить людей, чтобы любить беженцев. Они спрашивают меня сегодня, что нам делать с сирийскими беженцами? Поедьте, встретите их в аэропорту. Потому что, если вы не встретите их, дьявол их встретит. Идите, познакомьтесь с ними. И полюбите их. Потратьте на это время. Господь оставил вас на этой земле не для того, чтобы вы зарабатывали деньги. Не для того, чтобы вы получали образование. Не для того, чтобы строить дома. Нет. Господь оставил вас здесь, для того, чтобы вы были как Мессия. И чтобы люди видели ваши добрые дела. И когда они увидят ваши добрые дела, это то, что они увидят, сделают. Видят ли люди, которые вокруг вас сегодня, ваши добрые дела? И они прославляют вашего отца. Несколько лет назад у меня был знакомый, которого звали Хусейн. Он пришел ко мне и говорит, господин Мухаммед, моя жена в госпитале. И они не отпустят ее до тех пор, пока я не заплачу 200 долларов. И я пошел в мечеть, я пошел к своим знакомым, и никто не хочет мне помочь. И они сказали мне, что церковь в Тире тебе поможет. Поэтому я пришел к тебе. Поможешь ли ты мне? Конечно, Хусейн, я помогу тебе. Пошли в больницу. Я пошел в больницу. Я молился с его женой. Дал им Библию. Увидел счет. Вижу 200 долларов. Я заплатил. И я ушел. Два дня, через два дня приходит Хусейн. Что сейчас? Ты хочешь, чтобы я покупал молоко твоему ребенку? Нет. Он говорит, господин Мухаммед, у тебя есть крест? Хусейн, зачем тебе крест? Хусейн, зачем тебе крест? Он говорит, я хочу повесить его на моей шеи. И пойти в деревню и сказать, что христианский Бог лучше, чем ваш Бог. Позвольте им увидеть ваши добрые дела, чтобы они прославили вашего небесного Отца. Это его слава. Вы оставлены здесь, на земле, чтобы прославлять Бога, а не вас. Чтобы прославлять Бога, который спасал вас и любил вас, и был готов, чтобы уйти все земли и его речи, чтобы вы могли бы иметь жизнь. Чтобы прославлять Бога, который спустился на землю, оставил все свои небесные богатства, ради того, чтобы умереть и спасти вас. Он заслуживает славу. Поэтому я в тире. А находясь там, где твердыня Хезболлы, потому что Бог заслуживает славы. И я восхваляю имя, поднимаю имя Иисуса, потому что Он заслуживает этого. Он пришел научить, проповедовать, исцелять, и в конце концов молиться. Он говорит, молитесь. Вы здесь для того, чтобы молиться. Видите, когда вы приходите к Богу, и вы молитесь, вы говорите Богу, я нуждаюсь в тебе. Я не могу сделать это сам. Пожалуйста, помоги мне. И Господь был очень ясен, предельно ясен. Он сказал, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей. Когда Бог открывает двери для вас, не закрывайте их. У нас есть тенденция закрывать двери. Мы не хотим служить. Мы не хотим выполнять какие-то обязанности. У нас нет времени. Мы заняты сами с собой. Когда Бог открывает двери, идите через них. Не будьте как ученики. Ученики всегда закрывают двери. Иисус закончил Свою проповедь народу. Он рассказал им благую весть. И после этого ученики приходят к Иисусу и говорят, ну все, все, закругляйся, отправь их домой. Мы закончили уже. Все, дело сделано. Мы сказали им истину. И я люблю Иисуса. Он посмотрел на них. О чем вы говорите? Эти люди голодные. Они хотят кушать. Иисус, но у нас нет денег, чтобы накормить их. Почему мы должны это делать? Ты им сказал истину. Потому что я хочу любить их. Но как мы можем сделать это? Это не ваше дело. Посадите их на траву. Я это сделаю. Когда Бог открывает дверь, чтобы вы вошли в жизни, других людей. Идите. Не думайте о вашем кармане или банковском счете. Подумайте о нем. У него во владении все. Он всем обладает. Он есть Господин всей Вселенной. И вся земля кормится с его руки. Не думайте, что вы делаете деньги, или что вы делаете хорошо, потому что вы трудный работник, или потому что вы умираете. Не думайте, что вы зарабатываете, или что-то у вас есть, благодаря тому, что вы много работаете, или вы умные. Если вы так будете думать, Господь докажет вам, что вы неправы. Правильно? Два года назад фермеры в Ливане фермеры обрабатывали землю. Они пахали, они занимались тем, что технику обновляли, удобрения в почву вкладывали, они смотрели, и все казалось хорошо. Должен быть хороший сезон. И Господь послал шторм. Снежный шторм. В апреле. Необычно. Все было уничтожено. Почему? Потому что Бог сказал, нет. Я не хочу в этом году забыть дать им. То же самое с вами. Вы можете работать 24 часа в суд. Если Господь не хочет дать вам успех, вы будете все равно преднами. Да, Он все разрушит. Вы обанкротитесь. И если Бог хочет дать вам успех, Он сделает это. Без того, чтобы вы тяжело работали. Даже без вашей работы. Но это не означает, что вам не нужно работать. Нам нужно работать. Но не доверять своей работе. Потому что написано, проклят человек, который надеется на что? На руку. Это все благодаря Духу Божьему. Аминь. Аминь. Это требования, на которые мы смотрим. Давайте посмотрим теперь на дисциплину. Или наказание. Это другое измерение, чтобы сделать вас прекрасными. В чем дисциплина? В чем наказание? Бог призывает нас быть пилигримами или же быть странниками на этой земле. Другими словами. Бедными. Это очень просто. Почему? Потому что мы пришельцы. Помните гимн такой есть, что небеса есть мой дом, я всего лишь странник. Читали ли вы Джона Буниана путешествия с пилигрима в небесную страну? Он просто все это просто проходит. Господь хочет, чтобы вы были таким странником, а не тем, кто останавливается на одном месте. Он не хочет, чтобы вы зацикливались на одном месте. Это не ваш дом. Есть дом для вас на небесах. Что происходит с людьми, которые останавливаются и обосновываются? Что случилось с Лотом? Что случилось с Лотом? Содом и Гоморра разрушено. Они разрушены. Кто жил хорошо и все имел и прекрасно все получалось? Авраам. Где жил Авраам? В шатре. Все время. Авраам жил в шатре. Все время. Очень богатый человек. Все деньги. Все овцы. Коровы, верблюды. Но Авраам жил в шатре. Не в доме. Почему? Потому что он знал, что он был странником. Он шел в небеса. Если вы идете в небеса, не вкладывайте ничего здесь. Вкладывайте в людей. Если Бог благословляет вас, благословляйте других людей. Не тратьте это на себя. Дисциплина быть странником. Дисциплина в том, чтобы быть преследуемым. Кто-то может сказать, здесь, в Америке, у нас нет преследований. У нас нет преследований не потому, что есть преследование, но потому, что мы идем на компромисс. Если мы живем для Бога, мы будем преследуемы. Это то, что говорит Божье Слово. Нет никакого способа другого. Вы думаете, если вы будете атаковать дьявола, наступать на него, он будет целовать вас? Думаете, он ненормальный? Дьявол не ненормальный. Вы его атакуете. Он будет наступать тоже на вас. Преследование это часть игры. Не избегайте этого. Один брат спрашивал меня, безопасно ли в Ливане? Если Бог хочет, чтобы ты был в Ливане, это безопасно. Очень безопасно. Даже Токома небезопасна для вас. Если Бог хочет, чтобы вы были в Ливане, там, где Господь хочет, чтобы вы находились, там для вас безопасно. Вы должны бояться, если вы не идете по воле Божьей. Вот это страшно. Это небезопасно. мы призваны, чтобы быть преследуемыми. Не избегайте этого. Примите это на себя. Иисус был предельно ясен. Он сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. я приехал в Тир девять лет назад, и один шиитский руководитель пришел ко мне. Он увидел, что я вывеску повесил такую. Написано Тирский центр провозглашения Евангелия. Он сказал, здесь нет, в этом городе христиан. Зачем ты эту вывеску повесил? Я сказал, по милости Божьей, по Божьей благодати будут они. Они будут здесь. Почему? Потому что я знал, что Иисус даст мне победу. Мы призваны, чтобы быть преследуемыми. Мы призваны, чтобы быть странниками. Мы призваны, чтобы быть странниками. мы призваны, чтобы оставить все, что мы любим. Иисус был предельно ясен. Он сказал, если ты любишь отца, мать, жену или детей более, чем меня, ты не достоин меня. Все, что ты любишь, Иисус призывает, чтобы это оставил. Ты никогда не должен любить что-то больше, чем ты любишь Христа. Я родился в Бейруте в 1966 году. Мой отец оставил мать еще до моего рождения. И на протяжении 30 лет я не знал своего отца. И затем мой Бог провидения открыл мне, где живет мой отец. Он жил во Франкфурте на Мане, в Германии, богатый человек, заново женился, много детей. Я написал письмо. Привет, начальник. Я все еще живой. Ты хочешь со мной поговорить? Я твой сын. Он знает. Он звонит мне. Он сказал, о, сын, я думал, ты погиб в гражданской войне. А я говорю, нет, я все еще живой. Я хочу , чтобы ты приехал ко мне в Германию, станешь партнером в моей компании. Я хочу, чтобы ты жил хорошо. Ну, нет никакой проблемы, я промоутер любви, мне нравится, когда меня любят. отец сказал, иди в Иорданию, там живут твой дядя и тетя. Я взял жену и своих детей и поехал в Иорданию. Приехали к моей тете. Остановились у них. И каждый день я собираю свою жену и детей, открываю Библию, и мы читаем, молимся. Моя тетя, что это? Она звонит моему отцу. Алло, твой сын христианин. А мой отец звонит мне. Мой сын, что я слышу? Ты христианин? Я говорю, да. Какие то проблемы? Он говорит, этого не может быть. Ты позоришь меня? Я ему сказал, отец, после того, как ты бросил меня на 30 лет, ты не имеешь права мне говорить, что тебя позорит или что бесчесть от тебя. Я сейчас христианин. ты должен принять меня таким, какой я есть. Он говорит, нет, 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 если ты христианин, я не могу с тобой иметь отношения, я не могу тебе дать свое наследство. Я положил телефон. Я написал письмо. Я сказал, мой отец, Бог, который заботился обо мне последние 30 лет, позаботится обо мне следующие 30 лет. Ты мне не нужен и мне не нужны твои деньги. Мне 51 год сейчас. Никогда не видел своего отца. Никогда не дотрагивался до него. ради Христа. Никакого компромисса. Я оставил своего отца. Потому что я люблю Христа больше, чем моего отца. Видите, мой отец оставил меня. И Иисус нашел меня. Он полюбил меня. И я не могу не любить Его. Будут времена или наступит время, когда Господь будет требовать, чтобы вы оставили вещи, которые вы любите. А вы не хотите это делать, потому что вы не любите Христа достаточно. И последнее, в чем наша судьба? Мы смотрели на требования, на дисциплину. В чем наша судьба или предназначение в этом мире? Первое, наше предназначение это конфликт. Мы в этом мире находимся в состоянии войны с дьяволом. Сейчас идет духовная война. Именно поэтому апостол Павел говорит, как воины Христа, облекитесь во все оружие Божье. Мы находим, мы воюем, мы боремся. Если вы позволите снять с себя ваше вооружение, то дьявол атакует вас, у него нет никакой милости, он уничтожит вас. И я слышу много историй о разрушенных семьях, потерянных детях и так далее, потому что люди не осознали, что они находятся в состоянии войны, у них нет желания воевать. Второе, мы здесь для того, чтобы нести крест. Иисус Христос был предельно ясен. Если кто-то хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной. Это крест, это не круиз, это не цветы, это боль, но это прекрасно. В боли есть красота, потому что это касается любви. Это точно так, как женщина, у которой родовые схватки, у нее, ей очень больно для того, чтобы родить ребенка, но когда она уже рождает его, родит его, она счастлива. Это прекрасно. появилась жизнь, она счастлива. И то же самое с нами. Когда мы страдаем за Христа, когда мы несем на свой крест, и через это люди приходят к Христу, когда Мухаммед стал христианином, это прекрасно, это хорошо, это стоило того. Не избегайте этого. Ваша судьба нести крест. И последнее, ваша судьба или ваше предназначение быть принесенным в жертву. Вы все принадлежите Христу. Вы либо полностью принадлежите Христу, либо вообще не принадлежите. Мы часто при... У нас есть тенденция отдавать Богу остатки. Оставьте остатки для себя. Бог дал нам отдал. Отдайте Богу все, или же не отдавайте Ему ничего, потому что Ему нравится все. в этом аспекте Бог является эгоистичным. Ему не нравится делиться. Он хочет вас полностью, или же вообще вам не нужна никакая часть. Если вы отдаете Богу 99% вашей жизни, и оставляете 1% для себя, вы не святы, это не хорошо, потому что Бог хочет 100%. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы могли восстановить нашу красоту. Когда люди смотрят на наши жизни, они видят, чтобы увидели Иисуса, и как прекрасен есть Иисус. Это то, что должны увидеть люди. И они увидят это через три измерения, в трехкратном измерении. Когда они увидят, что мы выполняем требования, когда мы идем, когда мы проповедуем, когда мы учим, когда мы любим, когда мы молимся, они увидят через образ, как мы живем. Мы, христиане, живем простую жизнь. Мы не переживаем насчет этого мира. Мы христиане, мы готовы быть преследованы. Мы любим наших врагов. Мы не воюем в отместку. Мы стоим за истину, и мы несем последствия. Мы христиане, мы не любим ничего больше, Христа. Ни наших жен, ни наших детей, ни наших стран. Ничего не должно стоять между нами, и Иисусом. Он является верховным правителем нашей жизни. И мы христиане, у нас есть предназначение бороться, нести крест, и быть принадлежать полностью Христу. Скажите апостолам Павлом, для меня жизнь это Христос, а смерть приобретение. Я не хочу жить. Если я хочу жить для Иисуса, я не хочу жить. Возьми меня домой. Даже если вам 90 лет, вы можете жить для Иисуса. Вы можете что-то делать. Пенсия или выход на пенсию для верующих это когда вы уже в ящике. когда вы умираете, тогда вы уже вышли на пенсию. А до этого никакой пенсии не может быть. Люди, которые пожилые, они должны молиться. Поднимите, вознесите в молитвах ваших детей, вознесите ваши нужды в молитвах. когда Джошуа на фронт лайн во что Моисе делал? Когда Иисус Навин воевал впереди, как бы находился на фронте, что делал Моисей? Что делал Моисей? Он молился. Он молился. Если церковь не живет в хорошем состоянии, то это потому, что мы не молимся. молитесь за ваших пастырей, лидеров, за ваши семьи каждый день. Почему? Потому что пенсия будет на небесах. А до этого Бог оставил вас здесь, чтобы что-то делать. И делайте это, чтобы вы были прекрасны. И люди посмотрят на вас, и они увидят красоту Христа. Вы видите, что Христу невозможно сопротивляться. Вы не можете Ему сопротивляться. Он прекрасен. Я вижу, я слышу мусульман, приходящих. Твой Христос, Ему невозможно сопротивляться. Наш Мухаммед это мусор. Он был шарлатаном. Был женат на девятерых женщинах, убивал других людей, разрушал. Иисус любил людей неженатой, ходил босой, спал под деревьями, защищал, накормил людей. мы любим Иисуса. Он прекрасен. Христу невозможно сопротивляться. Не загрязняйте Его изображение перед другими людьми. Живите согласно этому стандарту. Когда люди посмотрят на вашу жизнь, они должны хотеть быть такими, как Христос. Аминь. Аминь. Пусть Господь нам поможет. Давайте помолимся. Lord Jesus, we thank you this afternoon for your word. How powerful it is. Oh Lord, we pray that it will go deep into our hearts.